всем привет друзья ну что как вы знаете мы приехали здесь в одно комьюнити посмотреть два дома эти два дома модельных от разного застройщика но они их предлагают здесь конкретно в этом райончике один дом мы с вами уже посмотрели вот как раз за моей спиной мы еще находимся здесь это видео у нас вышло в прошлое воскресенье можете посмотреть кто не видел а сейчас мы пойдем в следующий второй дом посмотрим его планировку посмотрим что предлагает тот застройщик у этого застройщика было много бонусов для дома что не очень характерно для обычных других застройщиков не у всех это входит в базу здесь много таких приятных нюансов было ну что пойдемте смотреть второй дом тогда второй дом находится прямо напротив этого дома у него кстати тоже своя парковка тоже есть на его территории такой технический туалет как и здесь в этом доме был пойдемте теперь в него передняя часть этого дома выглядит очень похоже на то что мы с вами посмотрели в прошлое воскресенье можно так обернуться посмотреть вот он этот дом который мы смотрели называется найдите 10 отличий и вот здесь ну да фасад очень похож интересно насколько разница внутри значит здесь уже застройщик у нас как он называется вот тейлор моррисон вот так мы тоже не знаем что это застройщик никогда здесь не были интересно вообще работает машины вроде стоят надеюсь что там кто-то есть учета как-то особо и не проверили давайте пока посмотрим переднюю часть вот их вывеска здесь как раз еще один дом строится не знаю будет ли он тоже модельным или нет каркасные эти дома каркасные как мы уже говорили в прошлый раз они строятся из дерева из фанеры это не блочные дома пальмочки здесь новенькие видите когда комьюнити застраиваться такие уже взрослые готовые пальмы привозят и ставят подпирают их чтобы они ну как бы укоренились утвердились и потом они уже будут стоять долго то есть они не растут с маленького роста с маленького семечка сюда уже привозят целые такие полноценные пальмы так здесь я тоже смотрю у них камень выложен к дому здесь будет гараж на данный момент тут офис этого застройщика но будет гараж гараж на две машины уже видно по размеру здесь будет обычный драйвей сплошная дорожка просто сейчас так как это модельный дом здесь все вот так вот красиво выложена кустики высажены большой такой фонарь стоит огромный так давайте посмотрим на модель модель дома называется вот так здесь тоже 4 комнаты 3 ванных комнаты гараж на две машины и размер дома 2394 скверфита здесь уже не кстати взрослое такое дерево посадили обычно застройщики около дома сажают прям маленькие в три раза меньше этого дерева чисто такие вот саженцы они потом потихонечку растут а здесь уже взрослое дерево посадили пальмочки тоже высадили возможно это возле модельного дома просто они сделали такую красоту это очень дорогостоящее удовольствие редко когда застройщики пальмы сажают по умолчанию возле дома который они будут строить для вас давайте посмотрим на его фасад с этой стороны очень похож на тот что мы смотрели в прошлый раз окно здесь окно побольше в этой части так давайте посмотрим какой здесь сайдинг такой же как там мне кажется вот мне показалось что он деревянный но нам в том доме заставить представитель сказала что это бетон посмотрим что скажет этот представитель на ощущение я вам говорю я вот пробую я не я и тот подумала что это дерево оказался бетон здесь уже видите нету никаких стыков вот чтобы дырка здесь была здесь вот полноценная крытая площадка что плюс потому что там в том доме да мы с вами смотрели видите две крыши на они не сходятся воедино то есть между ними есть пространство и она не очень хорошо потому что будет вода поступать здесь такого уже нет это лучше смотрите сама площадка возле входа она бетонная что меня наталкивает на мысль что возможно здесь вот этот камень выложен чисто для этого модельного дома а в обычном доме который они предлагают будет бетон потому что там везде камень и у входа и на заднем дворе вот эта крытая часть тоже сделано камешками а здесь нет здесь бетон обычно если вы тут бетон значит скорее всего будет бетон везде вход здесь вот такой дверь и есть еще дополнительная стеклянная часть освещается есть одна лампочка и еще над дверью да ну в этой же двери просто верхняя часть имеет стекла что хорошо потому что дает много света так ну пойдемте в этот дом будем заходить смотреть как здесь здесь прям так приятно пахнет каким-то парфюмом плитка тут сразу обращая внимание на полу квадратная большая простая но плитка не ковролин не ламинат видно что этот домик конечно отличается так здесь тоже видно как есть этот смарт-хом сейчас слава все узнает скажет входит ли это стоимость что здесь входит здесь я смотрю колонка в потолок встроена есть вот такие вот плинтуса как нам зрители написали что это молдинг да называется мы всю жизнь называли потолочный плинтус не знаю но здесь он присутствует здесь повыше мне кажется потолки чем девять и четыре в том доме они были девять и четыре здесь повыше и я вижу что здесь двери такие же как проемы то есть двери здесь по 8 фит что очень хорошо я считаю это грамотно делать когда дом имеет высокие потолки двери тоже должны быть высокие в том доме 1 который мы смотрели там обычные стандартные двери так ну давайте начнем прям вот так со входа значит внутренней части это выглядит таким образом этот дом я вам сразу скажу поинтереснее чем первый дом здесь и планировка получше и видно отделка получше поэтому сейчас будем с вами его рассматривать цвет стен я смотрю здесь уже не белый видите здесь уже такой бежевый серым оттенком как я уже обратила внимание колонки есть наверху плинтуса здесь увеличены высота плинтусов ну давайте прям начинать отсюда значит сразу от входа слева проем и здесь находится одна из спален давайте мы зайдем в нее ковролин на полу в спальнях очень светлая хорошая спальня не маленького размера достаточно вот такие здесь окна два окна есть подоконники то есть в этом доме уже подоконники они сделали в том доме их не было как вы помните в первом окошке тоже везде вот эти потолочные плинтусы хороший размер смотрите здесь большая кровать стоит это queen size но за счет того что ее каркас очень широкий она выглядит как king на самом деле широкие такие но не тумбочки это столики они круглые но по размеру они широкие интересные здесь декорации такие шкатулочки с птичками глиняные а птички деревянные прикольно выглядит конечно смотрится вот здесь цвет стен отличается от той части дома ведь они здесь такие серые с голубым оттенком освещение я вижу на потолке много дополнительного 5 лампочек шкаф стене имеет обычные такие открывающиеся двери не раздвижные ножка видите он с этой стороны ограничен обычно делают немного длиннее да еще туда есть углубление здесь вот сразу здесь заканчивается с этой стороны есть небольшое углубление полочек стандартным так двери как я уже сказала да высокие в этом доме и за счет этого сразу смотрится но совершенно по-другому согласитесь когда дверь идет практически до потолка просто за счет того что вот этот молдинг до плинтус есть расстояние уменьшается если его убрать то вот это как бывает в домах хорошая спальня приятный цвет цветовая гамма я имею ввиду приятная здесь обстановка освещение хорошее с этой стороны огромный такой длинный комод зеркалом очень светло за счет того что два окна много света попадает вот эти как раз два окна как одно целое до с улицы смотрелось как одно большое окно это вот на переднюю часть дома которые выходят одна из спален смотрит вперед на фасад так и у этой спальне есть своя ванная комната здесь в этом же коридорчике на этой же территории плитка везде смотрю одинаково такая вот крупная квадратная так значит здесь шкафчики вот такого типа вот обычного так делаются видите ну как бы полноценные такие дощечки склеиваются да а в том доме там имитация была под это поэтому я думаю что те подешевле будут вот такие здесь шкафы столешницы здесь абсолютно белая по ощущениям знаете как будто это даже не кварц а пластик какой-то не знаю овальная раковина здесь уже сантехника получше смеситель такой видно подобротнее не самый дешевый как в том доме нос зеркало обычная просто приклеена к стене но есть светильники над зеркалом да уже не на потолке светильника над зеркалом смотрится немножко поуютнее да когда вот есть светильники когда на просто на потолке лампочка но она как-то очень просто выглядит а такой вариант ну лично мне больше нравится не использовать нет воды просто вот показано что унитаз унитаз самый простой декорации с этой стороны душевая кабина плитка не до потолка тоже у этого застройщика есть освещение над душевой кабиной такие раздвижные двери стеклянные здесь и сантехника тоже в принципе неплохая здесь краник сам а там уже лейка плитка такая знаете даже не белая а немного серая цвет стен тоже здесь такой же как в той части дома в передней за дверью есть кладовка узенькая такая небольшая но она есть просто сложить полотенце какие-то ванной принадлежности узкая такая дверь тоненькая длинная так значит получается что для вот этой спальни вот такая вот своя ванная комната но она находится при входе по сути можно ее наверное воспринимать и как гостевую гостевой туалет можно сюда зайти у входа не через весь дом идти эта часть тоже освещается здесь светильник над этим маленьким коридорчиком так мы возвращаемся сюда ко входу слава узнал здесь значит друзья все что вы видите это все входит в базу стоимость дома вся отделка единственную карнизы здесь уже вот это не входит стиральные машинки тоже не входят холодильник входит а все остальное вот здесь никаких апгрейдов улучшения нет это у них база и очень хорошая база я вам скажу дальше проходим здесь небольшой проем и вот такое вот есть пространство такой второй коридорчик здесь не поставили консольный столик зеркало с декорациями есть освещение вот такой на потолке видите получается как две зоны входная зона и дальше еще тоже такая отделенная зона двумя проемами вот тут находится и напротив этого коридорчика есть офис большой такой светлый офис это уже прям ну можно сказать официальный офис в этом доме можно возможно сделать его спальней но это предусмотрен как офис здесь французские двери на распашку вот так открываются стеклянные освещение здесь тоже много достаточно лампочек вот видите то есть у них это в базе вот это освещение это все в базе идет ну как они нам сказали в том доме база была вот одна по центру лампочка и все здесь очень много таких фишек добавлено там свои фишки да здесь свои но офис очень даже прикольный смотрите его форма вот эти две стены они видите немножко скошены угол неровный и как такой чуть-чуть закругленный кажется классно выглядит здесь уже эти цвет стен смотрится прям как-то потемнее света здесь меньше на контрасте вот когда мы там в коридоре смотрели до один цвет а сюда уже поворачиваем здесь кажется темнее хотя цвет тот же самый хотя нет не тот же самый я ошиблась да вот здесь он потемнее так и есть более такой кофейный оттенок ему добавили классно мне нравится когда цвет стен имеет такой кофейный коричневый оттенок ну офис очень даже просторные смотрите два стеллажа каких больших сюда вместилось такой уютный офис приятно здесь работать будет много света выглядит очень хорошо и люблю большие окна тоже есть здесь подоконники здесь конечно ведь как близко дом строится вот этот вот каркасный дом и прям у вас за окнами но это минус комьюнити потому что всегда здесь очень маленькие участки все дома очень очень близко расположены прям целая гостиная здесь они офис смотрите здесь еще сколько помещается кресло тумбочка с телевизором ну и непосредственно рабочий стол да здесь у них наверное работники все-таки работают потому что видно стоят два монитора два кресла может какие-то переговоры здесь на эти с людьми они проводят хотя вот этот монитор имитация сразу могу сказать мышка такая видите просто да вот этот монитор не настоящий вот это только оригинальный ну прикольно да то есть они такие муляжи делают чисто для декорации модельных домах используют вот выходим офис классный мне очень понравился симпатичный но и дальше сюда поворачиваем здесь тоже есть не нравится такие формы закругленные вот эти углы немного смягчает не так как во всех остальных домах еще одна зона такая отделенная проемами она уже имеет двухуровневый потолок тоже с колоночкой с освещением вот эти вот молдинги здесь уже идет такая лавочка с большой картиной лавка такая классная мягкая и картина кстати интересная приятные такие оттенки сделано хорошо этот коридорчик тоже видите имеют вот эти вот формы закругленные туда выход в гараж в гараж мы не будем заходить потому что там офис у них находится но здесь около гаража есть небольшое место здесь они поставили лежанку для собаки но по сути это как прихожая для жильцов потому что вы зашли из гаража и сразу здесь она никак не отделена но здесь можно поставить полку для обуви до повесить вешалки для одежды какой-то шкафчик сделать то есть место есть они это предусмотрели это плюс и рядом с гаражом получается здесь кондиционер здесь уже шумный кондиционер внутри дома он находится и здесь его очень хорошо слышно вот в том доме был очень тихий кондиционер здесь уже нету никаких вот этих вот прибамбасов как в том обычный стандартный на подиуме закрываем ну плюс в том что он здесь как бы отделен это такая зона знаете зона гаража здесь находится он никому не мешает и тут еще смотрите сколько места то есть тут такой закуток там есть да можно сделать как прихожую небольшую и здесь тоже можно поставить и тумбочку и зеркало повесить на входе на выходе в гараж они от декорировали просто но можно сделать и практичные поставить мебель неплохо неплохо выглядит то есть такая дама уже сколько прошли с вами около входа одна комната но я подразумеваю что это может быть даже допускается как гостевая комната то есть ее используют редко приехали гости вы их поселили туда они отделены как бы от всего дома такой немножко уединенное пространство у них есть своя ванна когда гостей нет комната пустая а этот это ванна с туалетом используется как гостевой туалет здесь дальше офис человек может работать из дому да если он на удаленке работает здесь гараж кондиционер сюда идем вот эти вот коридорчики просто не сделали вот эти зоны и как-то уютно выглядит не просто знаете вагончиком ровные стены а уже как-то поинтереснее смотрится ну и получается что выходя уже из этой зоны мы попадаем в гостиную что у нас за этой дверью а смотрите еще интересно они здесь повесили план дома сразу кстати давайте на него и обратим внимание что здесь вот он этот план можете его посмотреть увеличить и отведено здесь видите желтым что здесь вторая ванная какая-то прям здесь находится вторая ванна интересно так то что это новенькая друзья здесь такой туалет знаете как вот ну для колясок вот эти ручки как будто вот на инвалидной коляске сюда можно заехать такой специальный оборудованный туалет для людей с ограниченными возможностями здесь закрыта но видно по плану что здесь находится какая-то кладовка просто видимо может быть там какие-то личные вещи или важные вещи которые не хотят чтобы видели или трогали но здесь вот есть кладовка смотрите большой какой как в торговом центре заходите и есть кабинки специально такие большие для того чтобы могли люди заезжать на колясках такая отдельно стоящая раковина зеркало светильник сушки такой я первый раз вижу в доме если честно здесь огромная зона вот с унитазом с этими ручками тут еще тумбочка очень интересное решение лампочка одна и здесь получается светильник слушайте вот это действительно прям но я не знаю я не ошибусь если скажу что я никогда ни у какого застройщика не видела в доме специальный вот такой вот туалет для людей с ограниченными возможностями так что не здесь показали что можно сделать по-другому да немножко если что если вы не хотите вам не нужно допустим и так можно сделать здесь и ванну или душ и разместить вот таким образом туалет и раковину интересно опционально такое место просто удивительно что она как бы здесь находится посреди чего да то есть там есть спальня со своим туалетом тут как бы гараж кондиционер офис и тут около кухни ванна ну либо туалет большой как-то знаете неоднозначное впечатление и как-то интересно такое решение с этой стороны да здесь идут спальни мы туда пойдем хотя может быть давайте сразу туда пойдем да раз уж мы про спальни заговорили вдруг там нет ванной комнаты вдруг это к ним относится если к ним это странно что с этой стороны проще там где-то это было сделать давайте зайдем в этот закуток начнете друзья мы сюда зашли на здесь этой стороны идет кухня но мы не обращаем пока внимание ванна с туалетом раз сюда поворачиваем здесь находятся две спальни да то ванна относится к этим комнатам тогда это странно потому что здесь прачечная прачечная вот так вот две машинки сюда вмещается машинки как я уже сказала в стоимость не входит у этого застройщика полочка сверху такой стандартный вариант ни много ни мало вот как бы все что здесь смещается сюда можно поставить корзину для белья но уже никаких раковин ничего здесь не сделаешь она такая небольшая прачечная знаете для меня логичнее было уж тогда сделать там прачечную вот за этой стеной да где этот планет а здесь в зоне этих спален сделать ванну они прачечную короче интересно интересно сюрпризный такой дом неожиданно ну давайте смотреть спальни значит первая спальня здесь вот такая скошенный вход дверь ковролин спальня наверно для мальчика подразумевает для подростка вот так здесь выглядит этот угол видите он много такой скошенный вот не интересно что в этом доме необычной формы все комнаты все спальни какие-то коридорчики не просто ровные стены а вот имеют какие-то свои определенные очертания так такой манекен головы с наушниками зеркало смотреть какое интересное спальня не очень большая но принципе все вместилось кровать вот тут проход не очень большой но здесь гигантская вот эта тумбочка не тумбочка комод очень большой стоит можно было немножко поменьше сделать и как-то не так громоздко что ли выглядела бы кровать queen-size размер 1 тумбочка здесь вместилась с этой стороны с этой стороны они не стали ничего ставить поставили просто напольный светильник декорации такие доски и окно тоже окно высок такое длинное необычное это нестандартное окно она узкое но длинное и выглядит хорошо на уровне кровати до подоконник получается освещение тоже много то есть в каждой комнате они сделали по 5 лампочек это прям круто . хорошо тоже 1 реально недостаточно ну и здесь же идет шкаф в стене видите место уже шкаф до конца дверь не открывается уже тумбочка здесь мешается весь шкаф туда уходит углубляется но тоже видите форма его неровный угол а немного тут скошенной и с этой стороны почти ну да стены не очень много здесь пространство так закрываем я если честно пробежалась по дому посмотрел но сейчас вот с вами иду и я прям на некоторые нюансы обращаю внимание которые меня удивляют в плане формы комнат в плане вообще этих всех ванных комнат где они как расположены выходим значит одна спальня и рядом 2 спальня 2 спальня считается как для девочки видите такой общий квадратик у них коридорчик и здесь прям розовая комната такая пыльная роза знаете цвет цвет стен ну как раз видно что это такая пыльная роза розовая кровать шторы классно смотрятся темные стены между прочим на контрасте с белым потолком с какой-то мебелью выглядит очень симпатично плинтус вот внизу белый так с этой стороны тоже видите так скошена здесь стена здесь такой белый комод зеркала в очень часто используют застройщики модельных домах с теми шариками много раз уже встречали здесь тоже стойка для наушников но наушники уже розовые интересно дизайнер тут конечно такой фантазер так ну в принципе здесь нормально место здесь тоже queen size кровать стоит большая такая воздушная зефирная мягкая розовенькая кроватка тумбочки интересно так сделаны буду знаете не докрасили но это такой стиль это уже выходит на боковую часть дома окно тоже высокая тоже пять лампочек здесь предлагается много освещения классная комната ну и шкаф стене давайте посмотрим просто на его размер ох сколько у них здесь афиш стендов шкаф внутри тоже покрашен темной краской немножко побольше он чем в комнате мальчика здесь побольше у девочек вещей обычно больше что логично на место достаточно две широкие тумбочки кровать свободно стоят ничего не обо что не бьется и дверь спокойно в шкафу открывается в той спальне дверь как вы видели не до конца можно открыть об тумбочку бьется вот выходим из этой зоны из этой спальни ну да все в этом коридорчике получилось вот две спальни и прачечная так ну и давайте тогда выходим отсюда и здесь мы попадаем уже в кухню кухню тоже здесь необычная вот такой остров стоит кварц здесь вот такого типа развода размер в принципе нормальный 4 стула станет просто здесь три легко ну таких свободненько стоит а так для четырех стульев светильники здесь уже есть над островом вот такие крупные есть освещение тоже лампочками 6 штук над зоной кухни сам остров ничем не отделан просто покрашен с этой стороны ящички есть ящик для мусорных ведер доводчиков нет вот здесь они секцию это сделали здесь обычная под раковиной посудомоечная машинка здесь уже они сделали двойную раковину с перегородкой 50 на 50 они абсолютно одинаковые вот такой серенький смеситель здесь есть измельчитель мусорных этих пищевых отходов и просто обычный слив так вот такой остров с этой стороны небольшая такая зона где стоит плита и микроволновка но здесь очень много таких зон то есть вот интересное место конечно интересный дом плиточка очень похожа немножко по длине по длине и до чем в том доме тоже такой же формы и цвет очень похож фартук они отделали шкафчики так а что мне интересно вот в этом шкафу я думала вытяжка нет это просто шкаф такая имитация сделан ведь и до потолка и я подумала что там вытяжка но нет вытяжки нет просто микроволновка плита электрическая здесь уже простой вариант в том доме была улучшенная плита здесь обычная вот вот такая вот зона с этой стороны кухни то есть остров и рабочая часть именно где готовим но перпендикулярно этой стороне есть еще вот такая большая стена тоже со шкафчиками холодильник здесь небольшое место с на одну секцию и здесь тоже шкафчики везде стандартные никаких нету знаете выдвижных вот чтоб секция была и столько из выдвижных ящиков нет все стандартно такой открывающийся две дверцы и один выдвижной верхний не до самого потолка но есть карнизы у этих шкафов вся отделка все то же самое кварц такой же и толщина очень хорошая у него неплохая вот друзья холодильник холодильник давайте посмотрим примерно так же как в том доме холодильнике такие стандартно они когда если входит стоимость то конечно не будет сюда прям какой-то навороченной самый простой из такой серии и смотрите там еще есть вот есть перегородка здесь проем то есть за углом сразу скажу там находится пентри кладовка кухонная но с этой стороны есть еще кофейная зона тоже с полноценной такой секции шкафов и навесные и напольные и здесь тоже так же как во всей кухне но такой укромный уголочек отделенный от основной части кухни и напротив него находится пентри кладовка с дверью в нее можно войти такая немножко удлиненная много полочек хорошие пентри есть освещение безусловно здесь тоже есть освещение в этой зоне интересно да то есть что-то необычное в этой планировки есть как нам иногда пишут что у вас все дома под копирку все одинаково но мне кажется вот этот дом отличается планировкой значительно от тех что мы смотрели до этого так друзья кухню мы посмотрели разворачиваемся в эту часть где идет обеденная зона и гостиная здесь они поставили такой вот сервант буфет с посудой декорациями здесь тоже освещение как бы по потолку вот такого точечного освещения в этом доме вообще не пожалели колонки провели я смотрю тоже здесь есть здесь при много до освещения в том доме чисто вот по минималке по одной лампочке везде и получается здесь обеденная зона прям рядом с островом как будто два стола рядом достает так выглядит вот этот стол такого же размера примерно как остров массивной смотрите какие тут ножки деревянный стол на 8 человек не маленький большой дизайнер тут такой интересный декорировал даже стол смотрите какие подсвечники мощные муляжи груш но выглядит очень естественно натурально да прям рядышком получается но опять же друзья это не два стола некоторые зачем два стола остров это не стол остров это рабочая поверхность рабочая зона делают там стульчики там можно присесть например пообщаться с хозяйкой или там жильцы дома могут на бегу что-то съесть а этот стол он такой уже для общих обедов общих ужинов для гостей он идет отдельно вы же не посадите гостей за стол где вы готовите не для этого есть отдельный стол эта зона освещается двумя вот такими тоже окнами высокими классные окна здесь вообще прям каждый раз обращай внимание каждый раз мне нравится большие окна поворачиваем ну и вот сюда мы делаем разворот здесь небольшая такая ниша для телевизора комода камина сюда они поставили на стенд еще раз чтобы мы не забыли как выглядит план этого дома и на двери висит проекты здесь они прям целую презентацию сделали вот этого проекта здесь без всяких каких-либо подсветок просто такая ниша где можно расположить телевизор комод и все остальное напротив естественно зона диванов здесь такой большой уголок большой уютный угол место очень много я вам скажу диван просто гигантский слав давай мерить диван тобой у нас уже традиции измеряем диван в слава это такой же диван как те до которые мы смотрели где на одну вот эту подушечку слава смотрится дюймов очка в этой подушке туда могут есть либо два худеньких человека либо один очень большой ну либо вот как слова свободно может сидеть то есть диван очень большой я вам скажу место много к столу такой классный да такие массивные столы часто используют застройщики каменная вот эта часть и вот это просто он неподъемный гигантский стол большая картина здесь висит наши любимые растения искусственные потому что предложишь этому представителю скажет что у нас много искусственных растений они тут дома строят скажем можем вам недорого продать вот но и выход на задний двор здесь широкие три двери прям практически во всю стену получается стекла света очень много поступают дневного классно давайте выйдем туда посмотрим на заднюю часть этого дома открывать думать куда нажимать так здесь уже вот этот порчу мне кажется поменьше чем в первом доме там было три колонны как вы помните здесь вот одно такое сплошное пространство одна колонна сбоку оса тут летает здесь покрытие вот видите они бетон покрыли таким вот таким рисунком покрасили не камешки уже ничего такого здесь три лампочки освещения солнышко уже у нас практически на закат идет с этой стороны получается но много вмещается все равно столик там креслица можно такая зона отдыха сделать даже здесь на улице видите у них их дизайнер хорошо так все сделал декорации свечи тут типа лимонад со льдом до внутри такая имитация плетеные стулья симпатичные здесь зона отдыха интересный столик до такой формы как такой монолит каменный выглядит и вот с этой стороны вот так это смотрится именно вход в дом ну что возвращаемся в принципе здесь уже смотреть особо нечего нам уже кстати надо заканчивать потому что у них рабочий день заканчивается они нас практически ждут пока мы закончим осмотр и съемку этого дома делаем такой обзор отсюда с выхода на задний двор как это спится ну вот эта вся зона основная немножко неуютно и да вот эта зона как-то вот в том доме поуютнее даже смотрелось хотя здесь как-то необычного те закуточки не знаю кто ли расположение вот этих столов друг за другом не очень хорошо смотрится здесь принципе зона хорошего вот эта диванная ну окей у нас осталось получается одна спальня это мастер бедрум она находится как обычно в конце дома рядом с выходом на задний двор и могу вам сказать что мастер бедрум очень большая очень светлая нам она прям понравилось заходим здесь тоже ковролин размер прям внушительный смотрите то есть прям туда туда нужно идти три окна вот тут сбоку таких же больших высоких много освещения тоже на потолке есть колонка но просто посмотрите именно вот расстояние до от кровати еще около кровати стоит лавочка еще здесь сколько места танцевать можно здесь огромный комод с двумя зеркалами просто расстояние какие-то внушительные в этой спальне большая картина огромная тоже king size кровать здесь стоит две широкие тумбочки еще здесь тоже ну просто предостаточно места здесь настолько свободно можно в ритме вальса подходить кровати вставать и двигаться по этой спальне танцуя потому что место как в танцевальном классе действительно на лавочкой не поставили такой поднос для чаепития заварнички мне нравятся вот эти все декоративные моменты которые здесь представлены так выглядит хорошо много идей интересных такие дома приятно рассматривать когда не просто знаете кровать два стула когда вот есть к такие маленькие нюансы ты смотришь и хочется прям на них остановиться обратить внимание смотрите какой размер да еще сейчас закат солнце так падает такие тени эта спальня выглядит очень масштабно ну и в этой естественно спальне есть своя ванная комната мастер bedroom тоже очень большая давайте в нее заходим сразу слева когда заходишь здесь находится кладовка хорошая кладовка хороший размер небольшая не маленькая стандартная но она видите как в своей вот нише сюда находится здесь душевая часть даже не душевая кабина вот прям прям вот душевая часть комнаты назовем это так для душа тут нет ванны но очень объемное вот это вот место так включается здесь плиточка здесь они кстати плитку не до потолка сделали мастер bedroom что странно есть освещение свое есть окно полноценное хорошо освещается это место лейка большая там где все отделано плитка очень просторная душевая здесь небольшой такой подиум где можно что-то сложить поставить присесть и защищена с этой стороны стеклом очень просторная смотрите сколько места на всю эту стену ну и сюда мы выходим здесь получается зона с раковинами тоже длинная такая часть между вот этими двумя шкафами целая секция такая тоже с дверцы с выдвижным ящичком так давайте посмотрим столешница кварц раковины такие овальные сантехника неплохая я думала стаканчики стоят а это такие подсвечники представляете много места смотрите здесь еще между двух раковин сколько места и вторая раковина так и получается одно сплошное зеркало для этих двух раковин и два светильника над зеркалами много места очень очень большая ванная комната прям просторно напротив раковин находится туалет за дверью туалет тоже небольшой просто заходите стоит унитаз и в принципе все картину не повесили там за дверью ничего нет сразу стена ну просто небольшой такой обычный маленький туалет и здесь же на территории ванной комнаты но уже за дверью в отличие от первого дома находится гардеробная гардеробный ковролин гардеробная в которой можно войти естественно мастер бедрум они всегда делают побольше гардеробная кстати примерно такая же как вот в первом доме мы смотрели и размер такой же только там было без двери почему-то да здесь хорошо что сделали дверь также вот этот за куточек здесь сплошная стена и сюда еще но здесь они вот тоже видите сделали полочки так конечно это все смотрится вот такие железные стеллажи не очень хорошо выглядят лучше уж потом делать деревянные самостоятельно но они предложили это вот они от себя обычная да вот просто верхняя часть здесь они еще стеллаж предложили от себя что плюс добавляет так выходим значит друзья вот такая ванная комната для мастер бедрум мастер бедрум конечно еще раз говорю очень хорошего размера вот эти три окна суперские все по сути это была последняя спальня в этом доме можем сделать такой легкий быстрый просто обзор напомнить на что дом большой значит мастер бедрум кухня там пэнтерин кухонная кладовка в этой части две спальни прачечная здесь огромный туалет либо туалет с ванной комнаты можно сделать здесь такой коридорчик с выходом в гараж и кондиционеру следующий коридорчик с выходом в офис большой и уютный и уже коридорчик у входа рядом с которым находится спальня и еще одна ванная комната значит теперь по ценам друзьям вот эта модель которую мы с вами смотрим вот она 2394 скверфита она стоит 511 тысяч вот сейчас у них есть вот такая модель можно на сайте посмотреть у них на них нету модель сейчас скидка большая даже не на модели на конкретный дом до который вот этот строится по этому адресу наверное в этом комьюнити то есть стоил 440 практически сейчас они его за 300 999 900 также этот застройщик видите у них написано предлагает 30000 как такой бонус до скидку если вы у них покупаете заказываете можете эти деньги использовать либо на closing ну когда будете оформлять ипотеку либо просто в счет дома это будет вам 30000 скидка на все модели на все абсолютно у них идет сейчас вот такая акция этот дом исключения здесь не 30000 здесь идет вот ну 40 до практически 40000 сам проект мы вам уже показали и неоднократно здесь он в этом доме представлен на каждом шагу практически так что же не стали углубляться показывать вам это еще и на бумажке в конце все друзья вот на этом обзор этого дома закончился не знаю как вам этот дом напишите пожалуйста интересно ваше мнение ну нам показалось необычный проект сказать что понравился не понравился это уже другой вопрос есть и плюсы и минусы в этом доме что-то понравилось что-то нет но по сути проект очень отличается от тех что мы смотрели раньше на наш взгляд как на ваш если вам этот дом понравился вы кстати можете написать нам потому что нам представитель оставила свои данные если что мы можем с вами ими поделиться именно ее данными чтобы она могла вам все подробно рассказать опять же это не реклама друзья мы никаких застройщиков не рекламируем мы можем рекомендовать только своего застройщика у которого мы строим свой дом другие дома которые мы смотрим модельные мы никого не рекламируем но если вас что-то интерес заинтересовало конкретно вот этот дом вот этот застройщик можете нам написать потому что она сама предложила нам свои данные и как бы если мы хотим кому-то знакомым или кому-то порекомендовать мы сказали что мы блогеры что мы будем этот дом снимать обзор для нашего канала и она предложила если что можете своим зрителям если кого-то заинтересует оставить наши контакты поэтому пишите если вас заинтересовало мы поделимся нам не жалко все друзья на этом обзор этого дома будем заканчивать всем как всегда желаем всего самого хорошего и доброго берегите себя увидимся с вами в следующих видео всем пока